итак друзья всем привет сегодня 29 сентября 2020 года друзья сегодня видео я постараюсь сделать о том как я буду переселять вот эту ловушку вот этот пойманный рой этот рой у меня был один из последних я его снял поздно они все залили там медом он килограмм 40 я ты ловушку не хотел друзья даже вскрывать разбирать но вскрывал их один раз чтобы положить туда полоску чтобы обработать от вещавара оставал одну рамочку она мне была полнометная там еще была отстроена как бы внизу язык и заполненный тоже медом это ловушки килограмм 40 я ее еле привез трогать не хотел но раз пришла на урал на теплая погода давайте друзья я ее сегодня встрою что там будет друзья вместе посмотрим я ее переселю вот в этот пустой улей я специально эту ловушку ставил на этот улей хотел пересаживать вначале раздумал была холодная у нас погода дожди ну все друзья переселяем для начала друзья дымку они сегодня даже об ножку несут сейчас с желтой пыльцой прилетела пчела ладно пусть ребята вы не поверите правда вот еле еле я ее ты поднял ну что ж хули я фактически готов рису сейчас сейчас положу утепление что все было под рукой и скрывая ловушку и переселяем ой сколько у нее прополиса видите друзья вот полоску которую я ставил да рамка тяжелая там немножко задевает где что-то вот такая вот пчела с пыльцой желтой как и говорил сосуда залетела вот друзья вот этот нарост внизу язык его еще называет рамка то печатная полномерная я буду срезать прямо в улье с намеской осторожно чтобы не повредить пчелу ну вот удалось сделать первую рамочку но пока теплая погода я думаю они все это перетянут в гнездом наши пчелы ну тут комок прополиса вот видите комок прополиса здесь на рамке еле-еле ну вот неплохая рамка спереди небольшая пустота есть видите какой комок прополиса друзья а прополиса зачетный видите какой комок прополиса здесь немножко печатный расплод у них есть чуть-чуть я увидел с этой стороны пчелка выходит из расплода расплод на выходе ну что язык я срежу рамочку ставлю да друзья внизу я вижу у них в подрамочном пространстве языки отстроенные вон видите друзья языки ну все это осторожно будем вырезать вон пчелы с пыльцой у нас тут сидят следующая рамка идет тоже расплод я вижу а вот здесь друзья у них и меда много как бы есть и расплод разновозрастной ну и с этой стороны тоже самое я думаю но я друзья им помогу сейчас я им поставлю здесь еще полномерную рамку принесу вот прополис я сейчас забираю и срезаю язык вот такой язычок я его в сторонку в уголок ставлю друзья я никогда не видел такие пчелосемьи чтоб собирали столько столько очень много прополиса это второй кусок такой я уже убираю ну пчела не агрессивная сегодня тепло хотелось бы матку увидеть но пока что я ее не вижу сейчас я им принесу рамочку полномерную сейчас поставлю разобью расплод у них принес вот такую полномерную светло-коричневая рамка полномерная между двух вот этих расплодов я поставлю ее в общем собираю гнездо сразу им в зиму чтобы быть уверенным что у них кормов будут достатки достатки на зимовку и на весеннее, летнее развитие вот кормов в достатке здесь тоже вот рамка неплохая все вот эти вот наросты я буду срезать все эти языки ну что же оцениваю здесь на этого рамка уже идет очень даже неплохая тяжелая кормов в достатке плюс еще друзья пока стоит теплая погода те языки которые я срезал пчелы будут перетаскивать вот с этих языков себе в гнездо вот такая вот рамка рамка хорошая полномерная гнездо вот поэтому друзья я не хотел эту ловушку разбирать в этом году вот из-за этих вот языков которые они настроили запечатали не знаю сколь сколь думаю вот полежат они у них в уле если перетянут мед гнездо это хорошо нет я потом проконтролирую и эти конечно языки уберу зиму оставлять не буду вот это внизу отпал язычок печатный еще вот такой язычок ну друзья вот это ловушка это весь мед который они принесли в сезон так что друзья напишите комментарии что мне этот мед вот вот эти языки называть мед диких пчел или как не знаю чем он отличается вот этот вот мед от нашего меда которые пчелы приносят нам в магазины корпуса конечно кто то скажет здесь не использовалась ващина да согласен не использовалась но нектар то он с одних цветов я считаю друзья не с особых каких то пчел собирают пчела уже нектар с тех же самых те же самые цветы ну конечно друзья пчеловоды об этом знают а вот те кто покупает мед они не совсем знают и хотелось бы чтобы они конечно знали что ничем он не отличается этот мед что вот находится в ловушке либо в дупле где-то этот мед собранный нектар то один друзья вот эту рамочку я показываю полностью полнометная предпоследняя рамка ну это кровище полнометная сколько у нее меда вот вот я вот показываю что здесь у нас ну вот такие вот еще соты с медом здесь придется как-то их все равно вытаскивать мне не знаю как это у меня все получится меда здесь очень и очень много видите друзья сколько здесь меда все залито залито медом ну главное что друзья сейчас задача у меня осторожно срезать вот эти вот все наросты все языки главное не повредить матку но друзья если я здесь поврежу матку у меня есть в запасе матки то я им буду уже потом подсаживать видите какой язычок один язык убрал пчелы с пельцой но остался еще один язык большой здесь осторожно я его сейчас вытащу вот друзья мед диких пчел в принципе пчелосемью я пересадил сейчас я пересадил свой последний рой пойманный ловушку сами видели что они там наплели сколько было меда как я вам друзья и говорил что у них очень и очень там много меда ну что сделал видели был там немножко расплод но одну рамочку я принес в свое садохранилище там разрез поставил между расплодными хотя можно было и не оставить это не делать потому что много было срезано языков вот сейчас мед с этих языков если будет продолжаться теплая погода какое-то время эти пчелы будут перетаскивать к себе гнездо а гнездо они знают где у них там где у них расплод открытый расплод там будет находиться и матка вот туда пчелы будут стаскивать с этих языков мед но если погода резко изменится пчелы тоже соберутся в одном месте это на тех рамках где имеется расплод а те языки которые с медом они их просто бросят а потом если они что-то не они отберут эти пчелы у меня с этих языков в холодную погоду я просто открою улей и эти языки просто уберу ну а весной языки эти скорблю нашим пчелам ну как-то так друзья кому если было интересно не забываем поставить лайк мне это будет приятно кто не подписался подписывайтесь жмите обязательно на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео на моем канале всем друзья пока и до новых встреч всем удачи пока пока вот такие бывают у нас поздние раи сколько они приносят меда сами это и убедились и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...